Мне просто кажется, что сейчас мы живем в такое время, особенно, правда, я думаю, что в нашей стране это время никогда толком не кончалось, когда человеку особенно нужен какой-то внутренний оракул, что ли. Некое умение разговаривать с самим собой. А так как, в общем, это вполне абстрактная тема, то скажите мне, пожалуйста, что бы хотелось вам? Ну, нет, самый простой вариант. Это если я буду что-то рассказывать и все. Я с удовольствием, это привычное мне дело. Эпоху, смотрите, финансового кризиса по тысяче рублей. Вы что от меня хотите за эту тысячу рублей? Ну, серьезно, что бы вам хотелось? Кто-нибудь может сказать? Я могу, конечно, начать говорить, ты, 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 потому что кафедра такая, кафедра такая, она прямо располагает к этому, да, сказать там. Иванов, ну-ка, что ты от меня хочешь? Ах, ты ничего не хочешь? Вы от меня ничего не хотите. Я пошел. Отлично. Спасибо вам большое, вы хотите, чтобы я отдохнул. Свет, я знаю. Отлично своего внутреннего оракова научиться собственные знания прочитывать, как-то ориентироваться искать не из огромного количества толстых томов, написанных по этому поводу, а все-таки соотносить это с тем опытом, который вот через собственную жизнь проходит. Ну, а вообще, что-нибудь новенькое, если вы знаете, как это вообще. Вот он. Сегодняшний внутренний оракул. Да, пожалуйста. Передавайте, передам пока. Здесь, к сожалению, почему-то нет интернета. Можно поискать картинки там. Я про коня в пальто. Вы знаете, как выглядит конь в пальто? Откуда он взялся? Ну, это же не академические лекции, это почти клуб. Ну, как, откуда он взялся? Вот, ходит легенда, что если посреди ночи кто-то тихо и интеллигентно постучался к тебе в дверь, а ты спросишь, кто, то он тебе очень стеснительно и нежно ответит, конь в пальто. Да, каково происхождение этой фразы? Серьезно. Ну, на самом деле, это просто присказка, созвучие вопросу, кто. Есть еще Дед Пихто, да, что там еще, да, что-то еще было, я не помню, что. Ну, это особенно выдающийся, я понимаю, да, это конь в кожаном пальто, это, видимо, из 37-го года что-то, даже вспоминать не будем. Нет, я просто, ну, вообще, надо сказать, что, возможно, с потребностью в выпуске новых сувенирных изделий, возможно. Но почему-то это сейчас, я поэтому его выбрал, это сейчас чрезвычайно модный образ. Его тиражируют, очень много там сувениров, статуэток. Вообще, такой, один из образов, я бы сказал, не очень заметных, но вдохновляющих современную культуру. Вот. Это сон. Ну, что такое образ, вдохновляющий современную культуру? Из некой присказки, возникающей по звуковому созвучию, как стихи, да, сначала появляется фразочка. Потом из нее персонаж. Вот он перед вами. В Питере, по-моему, сделанный, не помню где. Но вполне себе бронзовый, вроде, тяжелый. Как бы, что он значит-то? На самом деле, для толкования сновидений, это почти универсальный образ. В нем есть весь фрейд в миниатюре. Потому что, потому что, почему? Клуб – это такое место, в котором не обязательно сидеть и меня слушать. Можно подходить, щупать фигурку. Давайте вы, те, кто пощупал, правая сторона, вы мне попробуете сказать, что это фиговина значит. Ну, вас это радует? Это то, в чем фрейд предлагал искать подлинность человеческую. Подлинные желания, подлинные интересы, подлинные характеристики личности. А предлагал он это искать в сновидениях, оговорках, присказка – это почти оговорка. Кто-кто, конь в пальто. Изменять более грубые вопросы не проделать никто, имени которого нужно понять, чем он занимается. Вот, а Валя по дороге от метро еще не объясняла, что в этом есть вообще все, что можно сказать про платоновский символ. Сможешь это повторить, воспроизвести? Не обязательно про платоновский. Это Сергей Аверинцев, наш миниатофилолог, философ. Он, когда описывал и пытался найти характеристику символу и его отличие от знака, он, во-первых, говорил, что символ всегда указывает на что-то, что не связано с конкретным образом, на то, что находится вне конкретного образа. То есть всегда уходит в смысловую перспективу. Во-вторых, он говорил о том, что символ практически всегда парадоксален. То есть он сочетает в себе то, что, в принципе, по реальной жизни сочетаться не может. То, чего на белом свете вообще не может быть, как у Филатова. И еще что-то? Словным образом, то, что я говорю про Фрейда, мало чем отличается, потому что Фрейд предлагал искать... Во-первых, он считал, что анекдот – это в сущности сновидение. То есть что анекдот работает по механизму сновидения. И это одно и то же. Во-вторых, он предлагал искать истину в оговорках и эльфемизмах. Не могу произнести этого слова. А в-третьих, он говорил, что... Сон сгущает, правда, и смещает символ реальности. Вот перед вами такой сгущенный символ. Ну, я просто говорю, что если вы наберете там где-нибудь в картинках какого-нибудь гугла «Конь в пальто», то вы там найдете, ну, огромное количество изображений. А что это значит-то для вас? Мы же пришли учиться, значит, в конечном итоге мы с вами так вот должны позаниматься, позаниматься, и вы должны научиться что-то в себе чувствовать. Какие чувства вызывает этот «Конь в пальто»? Ну, это какой-то авторитет, пальто, как Держинский, по-моему. Держинский. Приделся. Приделся. Такие мысли чаще всего приходят в голову потомкам чекистов. Я не верю, что вы сама чекист, которая нас посетила. Ну, во всяком случае, да. Или, по крайней мере, людям, жизнь семьи которых так или иначе была связана со всей этой веселой историей. Но это я так, простите, ради бога, это я сходу нападаю. Но, кому-нибудь еще чекисты пришли в голову? Многим поднимите руки. Четыре потомка чекистов. Я хочу сказать, что, как вы думаете, глядя на эту фигурку, ну, скажем, где-нибудь во Франции, чекисты пришли бы кому-нибудь в голову? Нет, я не возражаю. Но, представляете, вы только вот сейчас, Свет, извините, я хочу, чтобы вы это поч... Вас как зовут? Вас как зовут? А мне Катя. Катя, извините, ради бога, я не хотел вас обидеть. Но я, наверное, добываю. Нет, меня всегда это за... Я кадровиком работала, меня всегда за чекисты это принимали. Вот, я хочу сказать... Ну, так, косо, боком. Ну, в общем, в чем-то я прав оказался. Да? Как-то так. Конь в пальто, авторитет. Авторитет. Кто может постучаться ночью в дверь Катя? Да, там... Конь в пальто. Авторитет. Свет, извините. Я сложных не прошу. Для меня будет в пальто этот вопрос. Вот, как тебе сон приходит? Это вот что-то... Ну, изначально ты же не понимаешь, как тебе ночью стучить. Что-то такое. И ты должен, как бы, с этим конем познакомиться. Поэтому я и выбираю этот образ. Знакомьтесь, пожалуйста. Еще какие-нибудь. Мне кажется, что в пальто это не авторитет как раз, а это шутка на авторитетном. Потому что... Если для Кати это авторитет, то мы не можем спорить с этим утверждением. Это как на особняковых картинах, когда изображались животные, и там, ослы, например, в сутане, да, чтобы как бы сказать, что... Ну, что-то издеваться над руководством, да, то есть сказать, что они строили все авторитеты, но в самом деле они не являются. Люди. Он какое чувство-то у вас вызывает? Веселый? Нет. Он почему-то... Я не знаю, но на большинстве картинок он грустный очень. Это такое грустное животное. Видимо, очень одинокое все-таки. Или для меня только это так? А для вас веселое и жизнерадостное? Отвращение. Отвращение. Почему бы это конь в пальто вызывает отвращение? А что у вас вызывает отвращение? Конь или пальто? Реальное событие, сам Коля облеченный, непонятно, что это такое. Как сон. В принципе, у каждого сна есть какая-то подовлека этого сна. Но она облечена... То есть как-то пальто-подкладка, да? Да. Да что ли? Неясность какую-то. Вот это неясность, это пальто. Ну, нам с вами надо научиться эти неясности прояснять, поэтому... Ну, вы сейчас фактически сказали, что этот образ, он же двойственный, правда? Главное в нем что? Противоречие. Противоречие, несовпадение, невозможное соединение. Коня и пальто. Действительно, как во сне. Значит, перед нами не один символ, а два. Даже три. Правда? Потому что, как мы говорили, вот на цикле лекции по воображению, преимущественно у нас все-таки триадные мы шли. Третий символ, это как раз соединение. Коня и пальто. Которое для каждого значит что-то свое. Какие варианты, давайте говорить, в этом сочетании коня? Конь это символ чего? Физическая сила, мужчина такое. Сейчас вы грустите, но на самом деле, да, когда-то, когда мы в юности использовали это словосочетание конь в пальто, мы смеялись. И вы, по-моему, тоже сначала отреагировали вполне весело. Это потом я стал вас допрашивать, и вы испугались. Как бы... Чем он смешон? Неуклюжестью? Ну вот видите, для Кати он такой вполне солидный. Чиновник практически. Здравствуйте. Ир, чего? Ты звала даму или руку поднимала? А... Что вызывает смех? Конь это символ чего? Может быть, некая непокорность и даже свобода, и силы. А пальто, как будто, ну, формат натягивает, форма, чехол. Я смешно. В природе что-то естественное, и вот то, что мы у нас делали, и последний. Ну, здесь, на собаку там что-то, ну, вот одежку надевали, тоже немножко. Вообще-то, по-хорошему. Есть у вас бумажки, да? Вы же все порядочные, вы записываете. Давайте потратим три минуты. Возьмите бумажки и напишите хотя бы, ну, три свойства коня, который под пальто. Он что значит? Ну, если уж тренироваться, ну, так. Закрыть, закрывание глаз и размышления не возбраняется. То есть, коня, который под пальто, да? Ну, конечно, этого коня, вот этого. Я же специально его ношу. Надо будет мне, я возьму какую-нибудь пикалку, чтобы обозначать время на упражнение. Ну, правда, вы же пришли, потому что вы хотите научиться разбираться в символах, и как они работают. Правда? Многие, наверное, читали мои ответы в сети, поэтому там мне пишут. Вот мы хотим так же. Давайте я вам минуту, да? Слух читать, заставлять не буду. Только для себя. Честно. Обратите внимание. Я... Самое важное, что нужно понять в этой ситуации, что это и есть оракул. Потому что вы пишете не о коне в пальто. Вы пишете о себе. Ну, вы понимаете, я думаю, что у вас нет сомнений, что чекист и авторитет – это то, что принадлежит свойствам катиной натуры, а не натуре коня в пальто. Правда? Конь и пальто хороши тем, что это два прямо противоположных объекта. Один – это культурный объект, а второй – это объект природный. Мы с вами представляем из себя ровно точно такой же объект. Правда? С одной стороны – биологический, с другой – природный. Биологическая и природная наша часть – это в первую очередь отношение к трепетному и горячему телу коня, которое находится под пальто. Так, например, если он вызывает у вас отвращение, то это ваше общее отношение к сексу и вообще к чувственным удовольствиям. Потому что конь – это один из самых древних сексуальных символов. Хороший жеребет, да и просто конь. Правда? В деревнях, вне всякого сомнения. А если он в пальто? Значит, ну, значит, а если он в пальто, то значит, он маскируется, сволочь. Вот в чем, по всей видимости, дело. Поэтому отвращение, которое высказала дама, которую, простите, не знаю, как зовут, это может быть отвращение по отношению к маскировке вообще. Что вы думаете, когда берете в руки фигурку коня в пальто? Вам просто весело? Ну, в общем, это хорошо сбалансированная натура, которая так не слишком серьезно относится к обоим сторонам. Когда дама говорит о том, что это желание вырваться на свободу, я правильно цитирую? Или я уже забыл? Что-то типа того. То это чье свойство? Ее. Она чувствует себя под гнетом, под спудом и хочет вырваться. Правда? Как вы думаете, может существовать некая истинная интерпретация коня в пальто? Ну, нет, это же присказка. Правда? Но зато через нее вы сами можете почувствовать отношение к двум сторонам собственной натуры. Принципиально то, что эти две стороны существуют во всех символах, во всех образах, и никогда не могут быть оторваны один от другого. Ну, например, мы можем сказать, правда, что, наверное, рядом с Катей может быть только авторитетный мужчина. Не уверен, что ей удалось его найти. Но дело не в этом. Дело в том, что это, опять, я к Кате лично пристаю, ну что делать? Я хочу сказать, что авторитет, я уж не говорю чекист, это характеристика коня или пальто? Ну, всегда обоих. Правда? Всегда некоторое соединение. Настоящий мужчина должен быть чекистом. Вариант такого соединения. Почему нет, собственно говоря, в некотором... Почему нет, как в прямом, так и в некотором переносном, метафорическом смысле этого слова. Правда? Однако он именно потому и является ночным гостем. Не потому, что он сон. А потому, что в нем есть попытка, что сделать. Ну, как-то... Почему он такой грустный-то всегда? Ну, просто наканил в арбону, который вырос, по-серьезному, надел пальто. Ему все надоело. То есть, если на него надеть другое пальто... Я хочу сказать, что... Вы же абсолютно правы. Чего в нем человеческого? Он себя, наверное, этот конь чувствует как? Не лук. Неловко. Неестественно. Пальто, вне всякого сомнения, правда, ограничило ему свободу. Он, наоборот, такой спокойный, что это самое, что может в пальто ходить нормально. Люди, которые же ночью валиваются, они... Я, Пашу, знаю, это он точно рассказывает про себя. Причем с удовольствием. Ну, правда. Ну, правда. Как бы... Может, пальто позволяет, наоборот, ему большую степень свободы. Потому что тут вы держали на конюшне в деревне, он действительно смог ходить. Гордость какой-то ему дает. И стучится он в дверь зачем? Гордый такой. Не, я не гордый. Вот у меня конца такая, что это приходит, кто он такой? Ну, какой-то наглый, там, обычный. Кто там? Кто-кто? Конь. Ну, у нас, я в детстве еще было там совсем по-фрейдовски, по-другому звучал. Ну, да, такой может быть. Это, ну, я это фрейдовское просто наизусть не цитирую. Ну, конечно, это прямые аналоги. Да, это, собственно, именно так. Но, конь еще какой атрибут? Что-то никто не вспоминает. Ну, на избах делали коньки. На индивиду. А они были, кажется, на север, на полярную звезду ориентированную. На избах коньки делали. Да, и делали, потому что конь считался животным, который способен принести в ММО. Одним учебным, собственно. Что еще принести? В ММИР, через границу. Да. Они везены в ММО. Конь – священное животное. Божественное уже потому, что нигде в мире ни хозяйство, ни мир, ни война без коней долгое время были немыслимые. Правда? У древних греков на коньных упряжках, да, Аполлон, солнце движется благодаря солнечным коням. У Платона два те самые начала человека, о которых мы в сущности и говорим, тоже в виде метафоры двух повозок существуют. Тут есть другая загадочная вещь. Ровно там же, где, и это мы, я, наверное, повторяюсь, но там же, где сексуальное, там и божественное. Оторвать-то от природы человеческой одно и другое невозможно, и от природы коня тем более. Он представляет собой некую тайну, правда? Что он может сделать? Зачем нужна такая фигурка опасная дома? Ну, шел человек по улице, купил фигурку, поставил все на книжную полку, переносил. Зачем? Необычно. Зачем нам нужна необычная? Тайна в этом есть, правда? Тайна, тайна. А там, где есть тайна, там что можно? Интерес. Интерес к тайне. А еще? Хорошее настроение. Есть несколько фантазий. Есть несколько фантазий. Есть несколько символов сортности мира, но что, не реализуем в любом случае. То есть я бы не осмотрела и вспоминала про то, что, ну, не все так, как мы видим. Ну, как мы видим, вот эта вот история про некую иллюзорность понесем. Щелкунчик сначала была красавица, да, потом он стал, потом он был красавец, а потом они оба стали игрушками. А еще это сказочный персонаж. Хотите вы сказать, по-моему, не знаю, может я не прав. А сказочные персонажи, они зачем нужны? Вот такие, про которых нельзя сразу сказать, кто это такой. Чтобы чудеса были. Чтобы чудеса были. От этого весело становится, правда? Потому что в этом есть какое-то чудо. Конь в пальто он еще какой? Наверняка. Говорящий. Это же не простой конь. Он же тихо-тихо говорит, конь в пальто. Стеснительно. Помните? Больше про него ничего не известно. Но говорит же. Похоже на почитание его. Откуда? Терпит. Что Джек и Стал? Что я держу. Ну. Ну, сказка. Благодарский конь, он же помощник. То есть, он может чем-то помочь, если с ним не говорится. Наверное. В исполнении чекиста он кто станет? Что стоит за фигурой? Конь в пальто. Если там чекист, то это что значит? Гораном. 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 Все вот эти страшненькие, внезапные, кто читал там, какой-нибудь, каких-нибудь детей Арбата Рыбакова, или много романов, которые вышли в 90-х годах. Надо усилия, чтобы вспомнить, неважно. Тот знает, что во всем этом внезапных исчезновениях людей, ночных, ночных воронках, конечно, было что-то инфернальное. И, конечно, чекисты в кожаных плащах, они в это играли же, правда? Посланников ада, которые забирают душу и перевозят ее в ад непосредственно. Конечно, я не знаю, насколько сознательно, но то, что эта модель использовалась, то, что ей упивались, это, конечно, совершенно железно. Но в дверь всегда стучатся посланники того света. Как вы относитесь к этому посланнику? Вот мы нащупали все три значения, которые здесь есть, да? Значение сексуальное, чувственное и ваше отношение к нему. Значение культуральное, в смысле ограниченности человеческой свободы. Вот этой самой моделью пальто, которое могло бы быть сшито и лучше как-то, чтобы конь выглядел симпатичнее. И значение сказочное, чудесное, которое всегда в сущности одно и то же. Внезапное явление посланника. Не хочется верить, что конь, стучащийся в дверь ночью, хочет меня изнасиловать и только. Правда? И, наконец, тоже относящиеся, конечно, к чудесному значению. Сама возможность с ним поговорить. В отличие от всех остальных коней, он говорящий. Мы всегда и во всем сможем увидеть, кроме, наверное, самых-самых общих символов, о которых сегодня начнем разговор. Мы всегда и во всем можем увидеть эти три значения. Чувственное, культуральное, сказочное. Сказочное значение дает нам возможность помечтать вместе с конем. Такого рода существа из сна или существа, стоящие на полке, это существа, с которыми человек покупает чаще всего. Ну, если он человек с чувством символического, я надеюсь, что сюда такие люди пришли. Потому что с ним можно по-дружески поговорить. Ну, он такой же, как мы. Не может проявить какую-то часть своей натуры из-за того, что его посадили в пальто. Он чувствует себя неловко, как мы. И вместе с тем он знает какую-то тайну. Поэтому, когда он на полке, с ним можно поперемигиваться, погрустить, даже пошутить. Но если есть воображение, можно спросить его, откуда он или куда зовет. И представить себе, что же вам покажется дальше. Вот если вы его спросите, то, закрыв глаза, можно услышать ответ. Ну, трудно себе представить, что он, как попка-дурак, только может произносить «Конь в пальто», «Конь в пальто», «Конь в пальто». Правда? Вот вам три главных принципа работы с образами. Первый принцип – обобщение. Любой образ состоит из двух половин. Я всегда говорю о двух близнецах персидских – реальности и нереальности. Что для вас в реальности значит пальто? Зачем нужно пальто человеку? Она зачем нужна? Чтобы защитить от погоды. Я хочу сказать, что в чем-то, например, узбекский теплый халат, не помню, как он правильно называется, куда эффективнее. Ну, пальто все равно вырали какую-то социальную функцию, к всем прочим. Какую-то социальную функцию. У коня либо идущее ему пальто, либо не идущее. То есть, в первую очередь, это выражение некоторого социального имиджа или некого отношения с реальностью. Есть, конечно, люди, для которых одежда – это всего лишь средство бороться с погодой. Ну, в общем, в нашей культуре таких людей осталось очень немного. Мы все пытаемся одеждой что-то выразить. Я одеваю костюм, значит, я преподаватель. А в драных джинсах как-то не очень. Хотя можно. Я хочу сказать, что внешний вид – оболочковый образ. Она всегда передает что-то для нас важное в отношениях с реальностью. Это не важно. Это внешний вид пальто, горы или водопада, например. Поскольку все эти образы в снах что-то в себе скрывают. Что они все могут скрывать? Что в себе может скрывать пальто в данном случае? Ну, либо ваше отношение со своей чувственной природой. У вас как-то помутнели глаза. Я вас запутал. Распутать попробовать или пока понятно. Либо ваши отношения с вашей чувственной природой. И понимаете, какая штука? Я все время пытаюсь объяснить, что сексуальное для психоанализа – это не коэтус и не оргазм. Это принцип удовольствия, да? То есть принцип получения чувственного удовольствия. Все, что угодно. Тебе приятно, когда тебя гладят по руке. Это, несомненно, сексуальное чувство. Понимаете, да? Поэтому, когда я говорю сексуальное, я не имею в виду никогда непосредственного конкретного полового гетеросексуального акта. Мне кажется, это обозначает индивидуальность человека с самим одеждой. Потому что одежда всегда навязывается из-за неудрия. Ну, кто-то эту моду создаёт. Кто-то сам себе навязывает одежду. Ну, давайте будем говорить так. В любом случае, не та одежда, которая снится. Вот. В данном случае я именно об этом и говорю. Я просто говорю о том, что одежда, внешняя оболочка, она знаменует внешний мир и твои отношения с ним. Кто такой конь в пальто, если он не снится? Даже если, даже в том случае, если он правда постучал копытом ночью мне в дверь. Он кто? А? Он я и есть, конечно. Он я. И это значит, что дальше я рассказываю о себе. Для меня одежда есть выражение, нечто, что навязывает мне общество и мода. Да. И по-разному. Что такое одежда для меня? Что такое для меня пальто? Пальто же, мы же говорим именно о пальто. Да, таком. Тут на него напялено что-то вроде тяжёлого бушлата. На мой взгляд. Когда я думаю, что это тяжёлый бушлата, сковывает движение несчастного животного. Я думаю про себя что? Ха-ха. Я думаю про себя ха-ха. Я думаю, что напяленный на меня бушлат моих социальных всяких разных позиций и положений сдавливает мою свободу или сексуальность. Я беру, я всё время, я же вынужден подставляться, я беру в руки фигурку, я старый человек, старый больной мужчина, понимаете. Я беру в руки фигурку коня в пальто, закрываю глаза и думаю, фотное тело покрытое шерстью. Это значит, что бушлат, который с моей точки зрения тяжёлый, резко ограничивает мою природно страшную сексуальность. Помните, да, 12 стульев и золотой телёнок? Это самое. Вид голого тела, покрытого шерстью, отвратителен. Вот, как бы, это я и моё нынешнее отношение к сохраняющейся во мне похоти. Можно я подробнее не буду продолжать? Да? Ну, как-то получается, коль-то от пальто отрывается. Ну, это же, к сожалению, опять. Либо мы его в воображении сажаем перед собой и разговариваем с ним, или мы пишем про него сказку, пожалуйста. Мы можем даже это сделать, если захотите, вместе, но не сейчас, там, скажем, на следующем занятии. Или вот у нас есть пара специалистов по сказкам. Я попробую не уходить из кадра. Я хотел сказать, что... Это, пожалуй, единственный способ оставить его в цельности и сохранности. Во всех остальных случаях мы его анализируем. Пальто сковывает моё социальное положение, ограничивает мои чувственные инстинкты. Вовсе не обязательно желание с кем-нибудь немедленно переспать. Понимаете, какая штука? Я не приятно, ни само наличие у меня каких-то моих желаний, ни то, как меня облепило мокрое пальто. Я вообще предпочитаю лёгкие куртки. И ради моды никогда не буду таскать такую тяжёлую штуку на себя до плеча. Вы сразу задумываетесь о стиле пальто? А в общем, на самом деле, конечно, чекист, который сразу приходит в голову, это в первую очередь пальто, а не конь. Это в общем значит, что для человека вот эти разные всякие социальные условности и ограничения, на самом деле, дело, конечно, не в ЧК. А в том, что вот эти разные социальные условности и ограничения для человека очень важны. Почему? Потому что он смотрит на оболочку, а не на суть образа. В смысле, не на самого коня. И, наконец, третий вариант. Творческие люди. Мне важна сказка. Божественный вестник, вестник с того света. Кот в сапогах. Правда? Вариант же, в конце концов, коня в пальто и почти про то же самое. Ну, кот же тоже сексуальный символ, пусть немножко в другой культуре. Вне всякого сомнения. Мартовский кот. Которого бедного несчастного втиснули в рамки условностей. И он от этого, чего с ним произошло? Он стал волшебным животным. Волшебное животное – это единственный способ не разорвать их пополам. Коня и пальто. Ты же про это, Паша, да? Да. Но тогда, только если я чувствую это как тайну, как волшебное животное, у меня появляется возможность с ним по-дружески поговорить и сказать, он такой же одинокий, как я. Я могу ему подмигнуть, когда он стоит на книжной полке. Я могу его спросить. И услышать тихий ответ. И это вполне возможно. И это очень эффективный способ разговора с собственным бессознательным. Самый эффективный из тех, которые существуют. Но только для этого я правда должен чувствовать здесь тайную сказку, а весь мой вот этот анализ пополам. Пополам. Коня и пальто. С негодованием отметать. Мне это неприятно и неинтересно. Оставьте мне моего кота в сапогах, котом в сапогах. И не надо мне про сексуальный символ, который втиснули в сапоги для усиления эффекта. Имею я право так чувствовать? Да полно. Но только важно идти следом за своим чувством. Поскольку там внутри этой сказки появятся свои очень интересные компоненты. Вот когда Фрейд в частности, но он был первый, и мы в общем не можем, ну если не считать старинных сонников по принципу, которые ничего не объясняли. Вот три уровня образа, которые здесь сгущены. Конь, пальто и некие события сказки, из которой он возник. Почему-то он зеленый. Ну ладно. Будем считать, что это круг. Навыки будем развивать. Что это за символ, скажите мне, пожалуйста. Это символ чего? Вселенной. Вселенной. Цельности. Чего-чего? Кто сказал? Единство. Или единого. Вот у нас будет хорошая компания. Солнце. Чего еще? Главы. Главы. Единого целостности. Ну, сюда же еще чего? Самости. А? Юнговской самости. Ну, богово. Хотя в сущности это то же самое. Чего-то, что вмещает в себя что-то другое. Я на всех лекциях по метафизике таскал с собой эту самую, такую схему с человечками, привязанными к кругу. Кто-нибудь помнит? Чего? Бога собственно. Бога, конечно. Чего еще? Бесконечность. Да, бесконечность. Ни начало, ни конца. Границ. Только границ. Границ. А вы прокручены с машины? Ну, это несомненно какой-то африканский солнечный божок. Поэтому солнце, конечно. Да, еще чего. Внимание, я бы сказал. Или концентрация. Границей, между прочим, сказала Валя, пойдя в другую сторону совершенно. Еще чего? Ну, для меня это еще это символ центра или фокуса, тем не менее. Сконцентрированность. Сконцентрированность. Да, центр, фокус. Круг. В нем надо центр поставить, для того, чтобы появилась концентрированность. Да, точку надо вставить. Центром мишени. Нет, нет, я согласен. Я просто жду еще вариантов. Смотрите, мы сказали, что есть три стороны. Конь, пальто и сказка. Ну, допустим, бог, единая цельность, это сказочный уровень. Пальто. Можно так вот. Пальто. Валя сказала, уже границы. Ограниченность коня. А реальность? Третий уровень. Ну, в некотором смысле. Во-первых, это один из самых древних символов человека. Отсюда юнговская самость. Во-вторых, это символ головы. Вот, пожалуйста. А в-третьих, еще чего? Ушление. Ушление. Все. Бог и все. Идите. Для меня это всегда еще проекция. Ну, когда я вижу круг, всегда вспоминаю шар. Для меня всегда проекция. Ну, с кругом очень трудно обсуждать, конечно, без наполнения. И тем не менее, когда мы говорим проекция, то это что? Шар. Ну, еще круг. Круг. Именно круг. Не шар и не диск. А круг. Это, конечно, цикл. Правда? Это жизненный цикл. Это зацикленность. Это закругленность. Правда? Это очень сложно, потому что это некий оттенок очень мешающий. Понятию целостности или единства. Что это за оттенок? Он имеется, да? Его очень важно чувствовать, потому что это связано с границами. Такой оттенок окончательности. Ограниченности. Мы проводим круг вокруг деревни. Иногда даже очень интересно. Вот я не помню, как называлось племя у Илеады, когда они путешествовали с шестом. Это был такой шест очень длинный. Ну, племя было, африканское племя было, не помню, скажем, Яруба. Какое-то известное достаточно название. Племя, которое путешествовало с очень длинным шестом. И благодаря этому шесту они могли с одного пастбища переходить на другое, чтобы, когда вокруг что-то для них плодотворное истощалось. Этот шест, он был такой длины, в общем, короче, считалось, что на этот шест спускается их священное животное, тотем племени. Что-то вроде хорька. И они клали этот шест, проводили радиус. Шест, длина была радиусом. И круг, который они проводили с помощью этого радиуса, он ограничивал их мир. Вот это пространство считалось обжитым, а все остальное неизвестным. Это круг, это граница моего, обжитого. То, что я считаю священным пространством, то, что я считаю реальностью, то, что я считаю пределом, да, горизонтом, за который мне нельзя переступать. и в этом смысле это целостность. Но в этой целостности всегда есть некая ограниченность. Иногда и однообразность. Это уже очень зависит от содержания круга. ну, например, это же вот, да, это сейчас не буду, сами почитайте, если захотите. Платоновские тела, например, с кругом связано число 13. И это, я никогда не мог ее произнести. Три гекса. в общем, есть специальное, очень сложное название фобии. Боязнь числа 13. Она с чем связана? Почему человек боится числа 13? 12 апостолов? 12 апостолов? потому что 12 это полный цикл, да, это годовой круг, это круг священных праздников, это 12 месяцев, на которые несчастная патчерица набрела в лесу, да? 13-й чужак, он находится за пределами круга, он приходит из чужого мира, которого нет в этом цикле, нет в этом пространстве. В сновидениях, на картинах, не в символической литературе, в смысле в том числе и оккультной, очень редко вы встретите правильные круги, правда? но вы встретите в обязательном порядке, вам будет сниться пионерский костер и люди сидящие вокруг него, ну, пионерский мне, конечно, извините, вот, как бы, вам будут сниться люди, сидящие вокруг чего-нибудь, вокруг стола, вокруг телевизора, и что они будут означать, если вдруг появится круг, давайте еще раз попробуем просто перечислить, я в данном случае, можно, да, я там шевелился в кармане, я мог чего-нибудь повредить, вот, чего я, извините, я почему-то всегда помню, что когда Шерлок Холмс изображался в сумасшествии, он просил доктора Ватсона переложить мелочь из одного кармана в другой, чтобы было равновесие, я поэтому не могу, когда из меня провода болтаются, это неравновесное ощущение, вот, я хочу сказать, что что это будет означать, что вы попали в какое-то священное для себя пространство и одновременно в ограниченное вы видите свою ограниченность, свои пределы, может быть, даже свою зацикленность, я хочу сказать, что не только у коня в пальто две стороны, между прочим, вот, Шпенглер, который знаменитый автор заката Европы, книги, которая сейчас бы должна войти в моду, но почему-то по-прежнему как-то редко вспоминается, вообще великая, конечно, философская книжка, и вообще книжка замечательная, он говорил, что все проблемы, которые в нашем обществе сегодня происходят, заключаются в том, что к символу круга стал добавляться символ прямой, и все, ну, был круг, тогда была некая целостность, все понимали свои границы, да, и все как бы привыкли в этих границах находиться, стали появляться новые прямые, новые, как бы совершенно незнакомые сферы влияния, которые стали в круги внедряться, делить их на сектора, и пошел разлад. Он имел в виду внедрение в некоторую целостность индивидуализма, а точка в центре круга что означает? Чего говорите? Ну, в общем, да, ну, это, в общем, самый древний символ Солнца, конечно. А почему точка в центре круга? Центр, земной, там, куб земли. Баланс такой получается. А кто пуб земли? Что такое, помните? Бог это окружность, границы, который, центр, который везде, а границы, которые нигде. где центр-то? Где центр-то? В каждом отдельном человеке. Ровно с этого момента, когда Николай Кузанский, по-моему, это сказал, началась эпоха, которая стала этот центр передвигать внутрь каждого человека. К чему это привело? к эгоцентричности, она что значит? Это самое, эгоцентричность, это же тоже круг. Как? при этом начинают исчезать другие из круга до больше нету круга как общего целого есть круг только как мое целое эгоцентрический символ можно так воспринимать коня в пальто но не хочется но в общем можно тоже правда конь загордился в отличие от всех остальных коней надел на себя пальто поэтому он стал таким одиноким круг же что еще он же постамент здесь правда него никогда не обращаем внимание поддерживает получается что он держит к как основание он должен поддерживать но на самом деле он ограничивает потому что в этом круге кроме коня никто поместиться действительно не может правда что еще значит круг какие вы значения не учли что такое магический круг я всегда вспоминаю вия кто постарше тот помнят черти круг круг черти защищает защита а почему между реальностью нереальности той самой то есть между и этим чтобы тот мир не напал черти или круг круг силы такой получается не прорывается как стены мелом ну да не так же как я правда подойдет мой круг сойдет за круг силы нет вокруг себя да с помощью веревки и палки как бы круг должен быть правильный чем чем правильнее круг тем эффективнее магическая защита поэтому просто так не получится начертить но он что означает ну собственно то же самое хочу я сказать что постамент коня и то же самое что вот этот шест с помощью которого племя определяла да свою обжут обжутую территорию там я помню какие-то этнографы когда начали изучать племя они удивлялись что пока они находились за пределами этой деревни их просто не замечали они могли делать все что угодно не считались живыми существами они там могли стрелять не знаю они считались демонами которые к реальности отношения не имеют к реальности имеет только то отношение что только то в линии которую я провел но я тем самым что делаю то я обрекаю себя стоять всю жизнь в этом кругу потому что стоит сделать шаг за него и там я уже все меня можно терзать демоном почему это так важно имеет к этому какое-то отношение конь в пальто конечно это явно совершенно правда фигура которая приходит откуда-то из-за предела в первую очередь потому что она стучится ко мне в дверь в мою защиту психологическую она стучится поэтому так важно отношение правда чем больше витаминя фигура или фигуры такого рода пугают тем больше какой мой способ реагирования спрятаться защищаться защищаться это совершенно необязательно потому что ну если нам понадобится мы и на этом цикле поговорим я хочу сказать что на самом чё более реалистичный более приземленный более конкретный я хочу сказать что этот человек который очень жестко проводит вокруг себя границы или пытается обвести уверенность ограничивая себя обычно снах таких людей всегда много замков запоров стен кругов таких условно организованных теми же стенами например замка или еще почему человеку так хочется ограничить себя безопасно безопасно почему тогда он точно знает что в какой месте он центр тогда таким центром хозяина чувствует понятно про что все определенные вещи и может этим управлять русская поговорка пришла беда закрывая ворота не работают не работают не работают давно пришла беда закрывая закрывая ворота не работают а 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 кто такие? Бессознательные. Они кто? Почему они бесы? Откуда берутся бесы? Демоны. Демон это кто такой? Чем он отличается от бесов? Демон вообще-то это душа мертвого, которую призывают из мира иного. Да, вот я тут в передачах все время теперь Фауста вспоминаю. Вот во всех Фаустах, да, они вызывают, и по его требованию Мефистофель вызывает Елену Прекрасную, оттуда из Троянской войны. Это демон. И они потом, Фаусты, все рожают от нее детей, в смысле она рожает от них детей. Вот она демон. Бес — это отдельное духовное создание, да, такое в суевериях и поверьях. Оно с умершими душами никак не связано. Это что-то вроде падших ангелов, которые вместе с Люцифером падали, мелкие ангелочки, и цеплялись рожками за землю. И вот те, которые зацепились, вот они теперь вредят, и они теперь, значит, бесы. Но дело не в этом, поскольку это тоже сюжет снов, на самом деле, довольно веселый и замечательный. Так вот, я хочу сказать, что это очень интересно, и это нужно внутренне понимать, что вообще самое страшное в человеческой жизни — то, что больше всего мучает, и то, от чего люди сходят с ума, и то, что непреодолимо, это на самом деле неопределенность. И когда там разные всякие психологи-экзистенциалисты типа Поля Тилиха или Ролла Мэя говорили об экзистенциальной тревоге, то есть такой базовой, внутренней, свойственной человеку тревоги — это тревога неопределенности. Тревога мучительнее всего. Она изматывает, и изматывает она, когда непонятно, чего человек боится. И поэтому, когда появляется собственно страх, это способ лечения тревоги. Не удивляйтесь. Непонятно? Я пришел в аудиторию, вот, Чего-то мне тревожно как-то. Чего тревожно, я не знаю. Ну, не знаю. Тут я понимаю, я боюсь Пашу. Ну, вот, он на меня нехорошим взглядом смотрит. Как бы там, не знаю, сглазить меня пытается. Это некоторое разрешение тревоги, потому что я знаю, что вот я сейчас Пашу устраню под каким-нибудь благополучным предлогом, и мне сразу станет легче. Понимаете, да? Если я понимаю причину своего страха, я могу с ним бороться. Это следующий шаг. Как? Это поэтому, как сказать, вообще отсюда, как мне думается, происходит средство массовой информации. Если кто помнит 90-е, хорошо, то... Когда там, да, все-все эти ГКЧП... Самое ужасное, это не когда говорили, что денег больше не будет, мяса не будет, в общем, это... А когда шло Лебединое озеро? Когда бесконечно, целый день Лебединое озеро, да. Почему? Потому что это момент неизвестности, ты не знаешь, что будет происходить, ты не можешь ни спланировать, ни... Да, и это то ощущение, которое сейчас, наверное, у французов после терактов, да. Вот там что-то такое в Бельгии происходит, они там кого-то хватают, в кого-то стреляют, но никто ничего не знает. Нарастает тревога, потому что угроза неопределённая, она может в любом месте появиться. Вы к этому привыкаете? К этой тревоге привыкаете? Нет. Постоянно же с этой тревоги? Нет. Более того, я правда считаю, что, собственно говоря, вот эта тревога, и не буду сегодня об этом, честная пионерская, но именно эта тревога, разрастаясь, становится причиной шизофрении и всяких разных серьёзных психических болезней и состояний. Точнее говоря, желание человека, не тревога сама по себе, а желание человека эту тревогу превратить во что-то реальное. Вот это вот желание превратить тревогу в страх. Что-то в мире не так. Вы представляете? Как не смотри на это, с материалистической точки зрения, с идеалистической. Кто я и кто бог? Кто я и кто мир? Да, разве я могу справиться, проанализировать, предусмотреть, построить? Я не знаю, что будет со мной завтра. Я уже не говорю о том, что я не знаю, что будет с моими детьми. Это тревога. Она ондулирует в течение жизни, имеет очень разные уровни. У кого-то в среднем побольше, у кого-то в среднем поменьше. Поэтому есть и другие круги. Есть символ черного солнца. Сейчас, кстати, в большой моде. Еще это был один из символов вот этого самого замка СС, да, учебного. Есть черные круги. Кругло изображалось на очень многих классических гравюрах, особенно европейской, дорога в ад, горлышко ада, куда спихивали, да, это самое, грешников. Круглые котлы, в которых грешники варятся. Есть оборотная сторона, круга. Это вот эта самая тревога. она разрешается, она разрешается, чем в сновидениях? Раз уж я про ад и про грешников. Ну, адскими образами. Войной, мясорубкой, трупами, горами трупов. Что интересно, что почти всегда там, ну, просто не всегда с людьми хочется обсуждать такого рода сновидения подробно, но самое интересное, что там почти всегда рисуются круги. Ну, например, как, в общем, и положено, уж простите, трупы, сложены в огромной круглой могиле или овраге, да, то есть в аду. В прорехе такой. В пупе земли, если хотите, только черном. Готови, что такое черное, готовищее, что-то неизвестное. НЛУ. НЛУ. Что это такое? Просто самое черное. Для кого-то черное, для кого-то, между прочим, это самое. Я не помню, как этот фильм назывался, блокбастер голливудский, вторжение, где они поднимались на крышу и кричали, верните нам Элвиса. Да, вы абсолютно правы в отношении НЛУ, потому что я согласен с теми очень немногими исследователями, которые считают, что это архетипические образы, распространяющиеся по механизму психических эпидемий. Образы эти означают символическую дорогу в иной мир, которая круглая. А дальше... Дальше все зависит от того, как вы относитесь к летающим тарелкам. Ну, шаманы же путешествуют в иной мир через дырки, только эти дырки обычно в земле, под корнями, в норах животных, под водой, но там дырок нет, конечно. Но проруби, или если это в воде, то открывается водоворот, через водоворот входит шаман. Это... Бубен тоже, да, конечно. Бубен поэтому круглый, или в крайнем случае овальный. Это вход, конечно. Только он звуковой, через бубен никто не лезет, как бы, как через окровавленный глаз бурлюка, через который вылез бурлюк. Я хочу сказать, что это символические модели входа в иной мир, а дальше это зависит от того, как вы к этому относитесь. Поэтому не надо забывать, что это вход в некоторую целостность, как в эту реальность, так и в реальность другого мира. Просить можно. А почему-то у меня МЛО всегда снится, когда после встречи с таким материалистом и циником. Ну, почему? Ну и объясните. Мне кажется, МЛО это такой технократический символ, такой технократической цивилизации, которая там все на роботах, все там дети в пробирках без чувства, без эмоций. Ну, правый же всегда вы. Я совершенно не шучу и не кокетничаю. Я говорю чистую правду. Это, между прочим, принцип любого. Вот это очень важно понять. Вот понимаете, какая штука? Мы сегодня собственно беседуем о трех направлениях. мы сейчас с вами коснулись сказки круга. Получается так. Целостность, единство, граница реальности, цикл или собственная ограниченность, да, и сказка. Сказка как символ принадлежности или дороги в иной мир. И, конечно, вы правы, Катя, абсолютно, я пытаюсь об этом говорить, писать, но меня, конечно, никто не будет слушать, потому что, конечно, как бы проповедники страстные и поклонники летающих тарелок, это те, кто похищался зелеными человечками. По моей глубокой убежденности это где-то шаманы, да, только такие спонтанные, которых, как сказали бы на севере нашим, шаманам никто быть так и не научил. Они не умеют, поэтому они под влиянием своих мифов видят этот же миф, но в технократической форме. Причем есть люди, которые, я писал об этом, между прочим, просто мне стыдно эту книжку вспоминать. Вот я горжусь светой внутренней, весь, потому что она смогла, да, ну там просто издательство, это правда, и они выпустили ее с таким количеством опечаток, что это просто, я даже не знаю, как люди это могут читать, но в общем, есть такая пара очень интересных, как всегда, западных исследований на эту тему, да, потому что там очень много аналогий можно провести с рассказами о том, как люди похищались кораблями летающих тарелок и рассказами о шаманских путешествиях. Ну, шаман, да, по крайней мере, он же в особом состоянии находится, но никто не сомневается, что это его душа путешествует, а не тело. А человеку технократического времени ему нужно что-то буквальное. И он не может, он не понимает, что бывает метафорическое значение, да, это поэтому так первое время трудно говорить о снах и символах, потому что мы что-то хотим очень буквального и конкретного. А на самом деле нужно научиться чувствовать хотя бы вот эти три уровня. Мы их с вами по-разному чувствовать будем пытаться. Буквализм, между прочим, вот это желание ограничить, оконкретить и опредметить все прекрасные поэтические понятия. Он отчего появляется? Ну только что говорили об этом, ничего секретного я от вас совершенно не прошу. От страха? От страха. Понимаете, вот Шпенглер же об этом, когда он говорит, что символ круга стал пересекаться прямыми и это означает конец спокойного или это начало нет, он считал, что это конец Европы, только не забывайте, что он писал это в 20-х годах, еще нацизма и в помине не было. И там очень много потрясающих совершенно точных в этом смысле предсказаний. Вообще это, конечно, книга, которую надо читать. Закат Европы обязательно. Как и русскую полемику Бердяевскую там вокруг этой книги. Но я сейчас не об этом, просто дело в том, что видите, там тоже очень много он одним из первых стал использовать очень много символического материала, именно символического, для того, чтобы оценить состояние духа стран. Конечно, мы оказались в невероятной неопределенности, поскольку наука, на которую мы надеялись, мягко выражаясь, дала далеко не все ответы, как вы понимаете, и дает их, но дает достаточно противоречиво. А вера потеряна. И некоторые той самой твердой почвы, с помощью которой человек может оценивать себя и свою жизнь, не стало. И поэтому дело даже не только в эгоцентризме, но дело еще и в том, что от этой самой неопределенности мы все время пытаемся ограничить свое существование. По-разному. То лишить себя удовольствий, то запретить себя любить. А может конкретно вопросу тоже про сего круга сне? Если в разных нах существует одно и то же пространство это ресторан в форме круга. Просто там по-разному 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 как это не принимать буквально? Мы очень могу сообразить. как это не принимать буквально? Если только этот ресторан не вращается медленно над Москвой, знаю один ресторан в форме круга, больше других не знаю, к сожалению. Я хочу сказать, что ну символом опять, что там у нас с вами есть круг пространства ограниченные и что там еще? Ну а вокруг сцены столики? Там что люди делают? Еда символ чего? Сексуального. Да, 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 я вообще просто так люблю покушать это место. один из главных символов удовольствия вообще. Вы пытаетесь не удовольствие ограничить, вы пытаетесь выстроить свои границы, выстроить, кто-то нарушил ваши границы и вы хотите, не знаю, спрятать от других свои удовольствия, ограничиться, никого не пускать в этот свой ресторан. Наверное, в расцентре сцена, ну, наверное, я, это первое, что приходит в голову, наверное, вам бы хотелось быть актрисой и выступать на сцене, но для этого надо, наверное, построить бастион, ну, чтобы никто не одновременно не увидел, кроме ограниченного круга людей. Ресторан это ограниченный круг людей, которых вы хотите пускать в свои удовольствия. Это попытка построить этот ограниченный круг. Доверие, не знаю, любви, доверия, семьи. А дальше что-то такое артистическое, что, видимо, пустует, но что я не очень понимаю, потому что не знаю нюансов. Ну, сцена это что такое? во всяком случае, это ровно про то, о чем я говорю, да? Это вот вот это попытка замкнуться, может быть, в достаточно широком круге, но тем не менее. предложение, если уж клуб, потому что так вот нужно очень долго, во-первых, я вас перегружать не хочу, не перегрузил, во-вторых, я предлагаю, давайте вы, можно сегодня, если есть время и желание там в свободной форме, можно к следующему разу, напишите, пожалуйста, либо свои сны, которые бы вы хотели понять, либо образы и символы, которые значимы для вас, а вы не понимаете почему. Именно во снах или во... Вообще. мы с вами можем пойти очень широко, но мне бы хотелось, чтобы... Да, ну и не можем пойти очень широко. Мне бы хотелось понять, что хотите вы. А вы, видимо, немножко хотите меня, это спасибо большое, это приятно очень. Но мне бы тоже хотелось вам понравиться, как-то вам подойти. Поэтому, ну, знаете, вот круг имеет еще один символ, еще одно очень важное значение. Круг это всегда навязчивость. Точно. Цикл, зацикленность. Круг это тот круг, в котором я хожу. Александр Геннадьевич, я поднимаю, как назло, я поднимаю время тогда, когда на часах 17 часов и 77 минут. Александр Геннадьевич, для меня почему-то очень важен образ фантомаса в мировом балете. Александр Геннадьевич, я почему-то яростно ненавижу творчество Леонида Гайдая, к чему бы это? Я имею в виду важно то, на чем вы почему-то в жизни зациклены. Совершенно не обязательно это вот сейчас вывалить. Мы через две недели встретимся и обо всем поговорим. Можно на почту прислать? Можно прислать на почту, да. Можно просто принести с собой на бумажке, лучше вежливо напечатанной, потому что иногда нетрудно разобрать почерк. Как бы это то, что всплывает в снах. Многие не помнят снов, но я сейчас не хочу вас заставлять там даже активными сновидениями заниматься. Ну, почему я притащил коня в пальто? Потому что он почему-то для меня как-то я его заметил, он стал важен, да, я вот решил, почему бы мне не принести коня в пальто. Подумайте об этом, хорошо? Меня устраивает, если вы напишите там, я не знаю, перечень конкретных вопросов. Я потихонечку буду вот так обсуждать ключевые символы в разных таких ассоциативных рядах, чтобы вы понимали, как работает символ вообще в психике, как можно научиться чего-то из себя вытаскивать. Но для того, чтобы вас учить вытаскивать чего-то из себя и как-то взаимодействовать с собой, мне нужно знать не только то, что волнует меня, а то, что волнует вас. Можно тогда я предложу про циклы, зацикленность и так далее. Символ, который волнует меня. Сейчас сказать. У меня так просто именно подходит велосипеды. Вот совершенно зациклился на них. Хорошо. Не, ну, серьезно. Два окрица. Они все круглые, на них ездят по кругу. Велосипедные соревнования, по кругу. И совершенно честно зациклился. Что первое приходит вам в голову в ответ на Пашин вопрос? Давайте аналитиками будете все-таки вы, не так и я. Изобрести велосипед, да. Изобрести велосипед. Это точки еще опоры какие-то не свои кого-то заимствованные. Точка опоры, которую изобрел мне я сам. Нуждаетесь в точках опоры. Соревнования какое-то. Сейчас куда-то торопится. потребность двигаться быстрее, чем своими на лизус. Стойно вгонок. Что? Влагонок Тур-де-Франц мультфильм. Я не помню, как мультфильм назывался. Замечательно. Опережая события. Гонится все время. Зачем? Гонится. Что такое велосипед в рамках сегодняшнего разговора? Здоровый образ жизни. Еще? Еще цирк. Это два круга. Ну да, я поэтому и привел, потому что два круга. И сейчас этими двумя кругами происходит. соединены и их можно как они в общем на самом деле изначально вертелись навстречу друг другу. два круга скорее противоречилости. Я думаю, что это такое соединение, такой иниян на самом деле. Такое соединение правильного и неправильного. Как я имею ввиду конечно как тему жизни. Когда ты все время пытаешься в себе выстроить в равновесии какие-то два прямо противоположных начала. На некоторое время это получается. И одно гонится за другим. еще что такое велогонка во сне например. Ну что она может означать как вы думаете тем более по кругу. Что такое зачем люди ездят на велосипеде по кругу внутри этого трека. замена коня. Также верхом ездит поэтому еще объединяет две темы еще и опять снова велосипед сиденье конь в общем это сексуальная семья и уж простите и я прощаюсь я хочу сказать что езда по треку постоянная попытка уехать от самого себя оставаясь в тех же границах правда как бы такое хроническое бегство от себя нет на большой скорости причем потому что по кругу можно чтобы не успеть задуматься ну да вот примерно это я имею ввиду ну вот это же не сон это просто вот я так понимаю что Павел в данный момент увлекся велосипедом вот так не первое увлечение в жизни но сейчас главное имеет оно какое-то значение имеет конечно символическое конечно ничего не бывает просто так и наверное на коне можно уехать в иной мир ускакать от самого себя возможно сейчас как-то не принято больше на велосипедах все-таки а коня так и не найдешь сходу да и на скаку потом не остановишь опасное животное коне животное чем конь отличается от велосипеда он сам в чем опасность коня или может выкинуть да в том же опасность женщин и мужчин на самом деле в чем опасность в непредсказуемости сказал кто-то да подпругу одеваешь седло покупаешь дорогое ничего не помогает все равно делает что хочет велосипед он как-то послушнее в общем да и это вот это это как летающая тарелка летающая тарелка она все равно послушнее чем шаманские духи ну потому что тарелка действительно это что-то техническое понятное наверное с ней как-то можно договориться что там ну Продолжение следует...